Мы сидим с вами у воды, на берегу реки. Она шумит, перекатываясь через пороги. Это течет ока. Ока рассекает равнину, оставляя по левому берегу бесконечный темный лес, а по правому бесконечное поле. Скудная серая земля сменяется здесь плодородной черной. Когда-то те черноземные поля плавно переходили в дикое поле. Это русская земля, за которую русские боролись сотни лет. Сотни лет мы прятались в голодных заболоченных лесах, потому что в полях русские селения сметали кочевники. Но постепенно, продвигаясь к югу, к черным землям и степям, мы давали им отпор. Чтобы удержаться на этой черной земле, мы возводили оборонительные городки. На холме над нами стоит такой городок. Он появился в 16 веке при Иване Грозном. Сейчас он стоит на границе двух областей, на границе леса и поля, на границе черной и серой земли, а еще на границе между селом и городом. Это самый маленький город России. Чекалин прежде назывался Лихвином. По легенде, потому что кочевникам стоило огромных трудов брать его лихую крепость. Его новое имя тоже боевое. Чекалин – это фамилия героя Великой Отечественной войны. Лихвинец Саша Чекалин был партизаном. За защиту Родины он поплатился жизнью, был казнен в родном городе. И тот не забыл его. Городок с виду совсем как село. Здание по одному-два этажа, школа, пара-тройка магазинов, почта еще. В советские времена еще всякие предприятия были, но, как водится, позакрывались. Молокозавод у нас есть, точно, вот, производство. Вы знали, который раньше был, мы теперь его просто перекупили, и молокозавод снова работает, функционирует. Выпускают в магазины, в наших магазинах продаются наше молоко чекалинское, кефир, пока. Но вообще они пять наименований должны будут выпускать. У них будет сметана и масло, и творог. Народу всего человек 900. В деревнях бывает побольше. Население старое, ну, по большей части. Что угодно и время, что делать? Ну, катаемся или играем, заезжаем за друзьями, где-нибудь там катаемся. Вы в соседние селы ездите туда? Да. Нормально, вы тоже? Да. Ну, ладно. Молодцы. Что вам сказать, что? А расскажите? Слушай, что с тобой вот... Забыл, как... Дима. Дима. Самое лучшее впечатление? Что самое хорошее было за последний месяц? Ну, не знаю. Ну, придумай, что. Вспомни, может, и не за месяц. Вообще, в этом году что самое большее, чтобы тебе понравилось? Больше. Больше, скажем. Мне нравится кататься на велике, здесь удобно. Ага. А у тебя нравится? У меня, я катаюсь повсюду. Мы сейчас с друзьями там делаем трамплины. Городок стоит на своем пограничном положении бодро. Сельский статус дал бы ему всякие льготы и послабления. Но исторические корни дороже. Так решили его жители. Официально он числится как город. Хоть по численности он ни по каким вообще параметрам не подходит под описание города. Но, как говорится, еще со времен Советского Союза, то есть люди привыкли, что они живут в городе. И когда поступило предложение переделать именно в село, местное население было категорически против. Да и прийти в запустение ему тоже не дают. Например, в других поселках и городах дома культуры закрываются. А здесь, наоборот, его отремонтировали. В ДК есть довольно богатая библиотека, много кружков, солидный зрительный зал. На закрытии водотеатра у нас выступала Мариинка. Это питерская, да? Питерская, да. Или вот еще строят, например, деревянную крепость, которая должна напоминать былую боевую славу. Пока что здесь только гуляют местные жители и лазят дети. Но скоро это будет еще и местная достопримечательность, а при ней музей. И все это с великолепным видом на Заокское поле. В прошлом году Чикалин выиграл грант на благоустройство территории городской. На этот грант как раз строятся вот эти вот все красивые штуки на Соборной горе. И потихоньку хотят сделать из него туристический город, чтобы сюда приезжали туристы. Здесь проходит ежегодно фестиваль народного творчества и культуры «Окский плес» он называется. В этом году он будет 25 июля. Так что, как говорится, приезжайте. Тут даже дорогам не дают расползтись. Их тут все-то можно проехать минут за 20-25. Но большинство из них либо на редкость гладкий асфальт, либо весьма пристойная грунтовка. Дыроки-то какие? Ни одной дырки. Везде асфальт. Ни одной колдобины. Почти везде. Тем не менее, смотри, ни одной дыры. Ни одной колдобины. Ну, тут, конечно, нюансы. Нюансы. По такому асфальту городок можно быстро проскочить и не заметить. Но город цепкий. Прежде чем пересечь реку, вы захотите заглянуть за нее. Тут-то вы и остановитесь.